Дежурила я в лазарете, смотрю, прибегает по свильной со штаба, кричит, победа, победа! Все раненые ползали на улицу и стреляли, и плакали, и танцевали, и что это только видеть нужно было. День Победы остались оживы. Могла ли Лидия Фенина тогда подумать, что семь десятилетий спустя она опять услышит звук бомбежки и вой самолетов, и разрывающиеся снаряды вновь станут для нее реальностью в Луганске? Но об этом чуть позже. Лидия Митрофановна наша землячка. Родилась в 1924 году в Курском районе. Правда, когда она была совсем маленькой, семья переехала на Донбасс, в город Первомайск. Там девочка и росла. Речка рядом была. Ходила там, ловила этих, мальков, мальков ловила. Это у меня первое было занятие. Как только понагараживаю, сделаю дворец вроде и мальков туда. Но это были скорее редкие минуты безоблачного счастья. Детишки наравне со взрослыми в то время много хлопотали по хозяйству. Тяпку брала, полола, воду носила, поливала, урожай собирала. Мама занималась домом, учила девочек шить и стряпать. Нет, изысков тогда не готовили. Но Лидия Митрофановна рассказывает, мама могла из самых обычных продуктов сотворить шедевр. Варила она еще с тыквы повидло, сладкая свекла и тыква. И она такое повидло делала, что весь дом прибегал всегда. Бабушка наша, дай повидло. Сама же Лидия мечтала о карьере врача. Хотела пойти по стопам отца. Он был лучшим в городе терапевтом. И медицинскому делу из всех детей обучал только ее. Видел рвение и талант. С такого возраста и уколы научил делать, и перевязки, и какие лекарства. Все, все я знала. Когда Лидия окончила школу, началась война. Но семья надеялась на ее скорое завершение и отправила девушку в Луганск поступать в медицинский вуз. Приехала в Луганск, а там уже все эвакуировано. Все учреждения, все, институт закрытый, все. Я стою на раздорожье, не знаю, что мне делать. Смотрю, едут, отступают наши войска. Говорю, ну возьмите же меня с собой. Сиди, молчи, это война. Подошла к одной машине, спрашиваю. Возьмите меня с собой, медсестру. Я все умею. Мне папа научил всему. Ой, деточка, да ты ж молодая, это ж война. Отказали. Подошла ко второй машине так же. Ну, со слезами, с мольбой уже подошла к третьей машине. Упала на колени перед машиной. Говорю, ради Бога, ради Христа, возьмите меня. Я не хочу у немцев оставаться. Ну, они тогда говорят, о, нам медсестра нужна. Схватили меня за руку и в машину. И вот с 42-го года, июля месяца, три года я была на фронте в этой части. Два месяца родные ничего не знали о судьбе Лидии, пока она не написала им письмо. Мол, жива, здорова, служит в 434-м батальоне аэродромного обслуживания. Один раз налетели мессера, а я пока выбила раненых в окоп. Выскочила в халате в белом, некуда одеваться. Упала, железяка какая-то была, на голову положила железяку и лежу. Вот. А потом недалеко упала бомба. Меня как подбросило и бросило об стенку. И я оглохла. Оглохла совсем. Ничего не слышала, ничего не видела. Потом это ухо отошло немножко, а это так глухое и осталось. Кровь, море, много раненых. И везли не только тех летчиков, которые мы обслуживали, а и прямо с фронта. С фронта привозят, не отказывали. И ноги отрезали, и руки отрезали, и выхаживали. И плакала, плакала. И писала письма родным. А родные письма мне и после войны писали благодарные письма. Благодарили, что вылечила сына или кавалера. Выходила она и своего кавалера. Но, конечно, на тот момент девушка еще не знала, что раненый солдат – ее будущий муж. Привезли раненого летчика. Привезли, доктор посмотрел его. Говорит, ну, сестричка, сделай ему укол, чтобы он спал. Он услышал, не надо мне, не надо мне снотворное. Мне говорит, сто грамм, и я усну. Налили? Да, ушел доктор. Я пошла в процедурную, отлила шприцы, налитые спиртом. Налила 50 грамм спиртику и свой ужин принесла, дала ему. Он выпил, покушал и уснул. Когда парень выздоровел, настала его пора ухаживать за своей скромной медсестрой. Несмотря на войну и весь ее ужас, для двоих влюбленных это было самое романтичное время. Лидия Фенина до сих пор помнит в мельчайших подробностях их свидание и его теплую заботу. Выйду, сладком накроюсь, накрылечкой. Они говорят, что тебе, одежды нету, нету. Я говорю, да вот дали мне отрез на шинель, а шить негде. Они, давай нам, вот этот вот, мой будущий муж. Говорит, поехали, смиришь сверок и пошьют тебе шинель. А этот мастер сказал, мне деньги не надо, мне только сигарету и водку. Ну, он тогда все эскадрильи. Ребята, давайте скинемся. И пошили мне с утеплением, хорошую такую шинель. Работа была, бинты стирали, не хватало бинтов. Крутили мы бинты. И вот он сидит, мне помогают бинты, мы крутили. Целовались? В щечку. А последний раз, когда уже перебрасывает нас на другой фронт их, пошли мы, это было в Адлере, по ступенькам к морю, к Черному морю. Вот, побросали там камушки, побегали. Ну, говорит, помни, что я тебя найду везде. Впереди был еще долгий путь до победы. Советские войска освобождали Молдавию, Венгрию, Румынию, Чехословакию. После войны Лидия вернулась на Украину. Наконец-то поступила в мединститут. И девушку все-таки нашел ее любимый летчик. Вместе они уехали в Австрию. Там находились наши оккупационные войска. Позже, в 50-х, вернулись на родину. Прожили долгую и счастливую жизнь. Знаете, ведь Лидии Митрофановне так и не удалось стать врачом, не доучилась. Но случилось так, что для своего мужа она вновь стала и доктором, и сиделкой, как тогда, в 42-м году. В 86-м году его парализовало, инсульт был, потеря речи и ноги, все. И вот в 16 лет я ухаживала за ним. А потом началась война. Уже в 21-м веке в Луганске для старушки это стало большим ударом. Вновь бомбежки и тот же ужас. Их ветеранов буквально прятали от военных. 9 мая 2014-го на Украине она даже не хочет вспоминать. Нас собирали ветеранов войны, в День Победы. Ну, как этих, ну, как сказать... Как там было победы? Тайно, тайно. Несколько человек нас собрали, поздравили, нам подарки дали, продовольственные, вот. И нас с оружием туда привезли, чтобы не убили. И оттуда привезли, прямо в квартиру. И сказали, ордена не одевайте, иначе из-за ордена вас убьют. С большим трудом дочери удалось уговорить мать покинуть Луганск. Они бежали оттуда 4 года назад. В 5 часов утра я бабушку вывела. Две сумочки небольших, самые такие, ну, там, тапочки, ночнушки, такое вот барахло. Поставили в этот хорошо, что у нас именно вот такой багаж был. Если бы было что-то больше там это, потому что мы, когда выезжали, мы проехали 9 блокпостов. Стоят эти ребята, замерзшие, голодные, обросшие, небритые, немытые, ну, такие озлобленные все же эти, украинские эти. Мы еще проезжаем мимо, а бабушка высунула голову рано утром еще. Говорит, ой, сыночки, да вы ж, наверное, тут позамерзали, да голодные стоите. Он, давай, бабка, проезжай, а то сейчас, как мол, с автоматами стоят. Лидия Митрофановна с трудом передвигается только на такси. Так она шутливо называет свои худунки. Ей, как гражданке России, платят пенсию, дали квартиру. Даже с праздниками в телеграммах поздравляет президент Путин. Но самое дорогое она все же оставила в Луганске. Больше всего старушка переживает, что не смогла вывести оттуда награды, медали и ордена своей и любимого летчика. Редактор субтитров А.Семкин